Пранаяма Почему? Потому что молодость – это такая болезнь, которая, как известно, очень быстро проходит. Быстрее всего. Все так долго, мучительно тянется, а молодость так быстро, у нас еще и нет. Глазом не успеешь моргнуть. Вот. И ключевую роль здоровья, экстерьер человека, интерьер его тоже, конечно же, ключевую роль играет прана. Собственно, количество и качество этой праны определяет, здоровым будет человек или больным, а если заболел, выздоровеет или нет. И то, как в конечном итоге он выглядит. Потому что чем отличается молодость от старости, по большому счету? Все же то же самое, как бы, казалось бы, да, те же руки, ноги, голова, все остальное. Вот. А какие внешние разительные изменения? Прана. Прана. Вот ключевой момент. Прана. Чем больше праны, тем медленнее процесс старения. Если ее совсем много, этот процесс останавливается. Все тот же самый принцип. Все определяет прана. Как я говорю, живой человек от мертвого отличается только одним. В живом прана есть, а в мертвом праны нет. Вот и вся разница. Вот этот маленький нюанс меняет качественное состояние человека. Представьте себе, прана есть, человек жив. Нет праны, человек мертв. Все зависит от праны. Прана все определяет. Поэтому в Рассайане, раздел Айурведы, который занимается экстерьером и интерьером человека, там, безусловно, конечно же, уделяется тоже большое внимание пранаяме, как науке об управлении праной. Хотя вот наше занятие называется Рассайана пранаяма, но правильно было бы сюда добавить еще и Ваджикарана пранаяма. Потому что Ваджикарана – это наука о продлении функциональных возможностей человека. А мало хорошо выглядеть, надо чтобы еще все работало. Это тоже очень важно, согласитесь. Чтобы все двигалось, крутилось, вертелось, передвигалось, какое-то движение происходило там и так далее. Ваджикарана – это функциональные возможности человека, работа его организма, все функции. И Ваджикарана – это не только продление этих функциональных возможностей. Ваджикарана – это их улучшение. Улучшение. Вот я в субботу уже рассказывал, что, согласно Ирведе, что было известно давным-давно, а наука современная это подтвердила совсем недавно лишь, что с возрастом, например, умственные способности человека увеличиваются, не уменьшаются, как это было принято считать до недавнего времени в обычной традиционной медицине, которой всего лишь 200 лет. А вот в нетрадиционной Ирведе, которой неизвестно сколько тысяч лет, никто сосчитать не может, но 10 тысяч как минимум, потому что она послепотопная, а потоп был 12 тысяч лет назад, поэтому, значит, ей как минимум 12 тысяч лет, она считается нетрадиционной, смешная ситуация. Вот в Ирведе это было известно давно, а сейчас наука это подтвердила, что, например, координация движений, скорость реакции, интеллектуальные способности человека, способность принимать решения с годами улучшаются. Брали 60-летних и 30-летних. Оказалось, что по всем параметрам, у нормальных, которые не употребляют никуда, ниоткуда, ну такие нормальные люди, ведущие здоровый образ жизни, средний нормальный человек, 30 лет и 60 лет. Вот у тех, у кого 60 лет, у них параметры умственной деятельности выше. Скорость принятия правильных решений, реакция, координация, сообразительность там и все прочее, они выше на самом деле. Представляете, как интересно? Переворачивать полностью все представления о работе головного мозга человека. Все особенности, все особенности его, они с годами улучшаются. Поэтому идея о том, что с возрастом все может становиться лучше, это не бредовая идея, а это вполне обоснованная идея. Только, естественно, этим надо заниматься. Ну, если ничего не делать, тогда и будет как у всех. Но если что-то делать, то все это можно изменить. Вот мы как раз этим сейчас с вами и займемся. Итак, врасаяна шастра, врасаяна видья, наука о омоложении человека. Там, как я уже сказал, тоже есть раздел, который занимается праной, различными способами управления праной и ее просто количественного и качественного увеличения. Мы с вами этим сегодня как раз и начнем заниматься. Но прежде чем мы начнем, есть еще несколько очень важных вещей. Пранаяма – наука об управлении праной. Это не только дыхание. Пранаяма – это наука об управлении праной. И там существуют разные способы. Мы ими тоже будем здесь заниматься. Дыхание – это один из аспектов. Пранаяма. Пранаяма – это управление праной как бы в повседневной жизни, не только когда человек делает какие-то дыхательные упражнения, так называемые пранаяма, в яямах. Вот. Управление праной в повседневной жизни, в быту, что называется. Это тоже очень-очень важная вещь. И то, как человек ей управляет, на самом деле определяет очень-очень много в его жизни. Потому что все события, явления и процессы в жизни, они сделаны из праны. Потому что прана – это универсальный материал, из которого все сделано. Поэтому, если человек управляет праной, он может управлять событиями и процессами своей жизни. Не только внутри тела, но и снаружи, естественно. Почему дыхание? Потому что основное количество праны человек получает через воздух. Вот как я рассказывал на занятиях, посвященных правильной диете, занятия, которые у нас по пятницам проходят, как правильно питаться, согласно йоге, аюрведе и тантры. Там такой интересный есть момент. Там про белок всякие там рассказы и так далее. Так вот, на самом деле, главным источником белка для человека является воздух. Да-да, вот кто не был на моих занятиях, я не оговорился. Еще раз повторю. Воздух является главным источником праны. Потому что что такое белок? Кто знает, что такое белок из химии шестого класса? Белок – это кислород, азот, водород и углекислый газ. А это все что? Это газы. Это газы, а не в воздухе. Воздух из этого состоит. Воздух на 23% состоит из кислорода, а на остальные 77% состоит из разных других газов. Где самую большую долю занимает азот. А белок – это комбинация этих газов. Если мы их смешаем вместе, мы получим белок. Но смешать это нужно в органической среде. Коей человеческий организм и является на самом деле. Поэтому все разговоры про белок, о том, что белка не хватает, мрет в судорогах страшных человек – все это глупости. Глупости абсолютно невежественных людей, у которых нет ни малейшего понимания ни о чем. Есть люди, которые ничего в жизни не едят вообще. Сейчас такое течение в мире набирает обороты, когда люди вообще ничего не едят. Очень много таких людей. Нормальные люди, на них посмотришь, совсем не как какие-то истощенные узники тюрем и лагерей. Нормальные, здоровые люди. Ничего не едят вообще. И не умирают. Почему? Очень просто. Потому что основным источником белка является воздух, которым мы дышим. 22 тысячи раз в день. 22 тысячи раз в день. Такое количество дыхания. Поэтому основным источником белка является, конечно же, воздух. Ну и, собственно, кислород, которым мы дышим, без которого все обменные процессы в организме просто-напросто невозможны. Они невозможны без воды и кислорода. Ну, кислород – это одна молекула кислорода, вода и две молекулы водорода. Вот они смешались, получилась вода. То есть, как бы без воды и без кислорода химические процессы, обменные процессы в организме человека, они просто-напросто не происходят. Поэтому, если в организме не хватает воды, не хватает кислорода, организм начинает просто-напросто разрушаться. И это проявляется прежде всего в том, что человек быстро стареет. Разрушение организма – это старение, это и разрушение организма. Это очень важный момент. И без воды никуда, и без кислорода никуда. Потому что окислитель, универсальный окислитель. Кислород же – это окислитель. Горение почему происходит? Потому что окислитель есть, кислород. Без кислорода горения не будет. Кислород нужен, чтобы горелось что-то. Кислород уберем, все потухнет сразу. Все потухнет. Без кислорода ничего не горит. Точно. Поэтому кислород необходим человеку для всех физических и обменных процессов, которые в нем происходят. Кислород физиологических тоже, конечно же, в первую очередь физиологических. Что там? Кряхтит. Чем-то недоволен. Ворчит чего-то. Редко, говорит, пользуется. Так вот, кислород, основной источник кислорода – это дыхание, воздух. Поэтому точно от того, как мы дышим, зависит содержание кислорода в крови. А значит, все обменные процессы внутри нас. Вот я об этом рассказывал, повторю для тех, кто первый раз сегодня. Что в среднем, если человек дышит обычным дыханием, вот как все люди, легкие заполняются по разным критериям, расчетам от 7 до 15%. Вот обычно, когда человек дышит, у него легкие заполняются 7-15% от объема. У женщин где-то, у мужчин может быть 15, у женщин меньше 10. Что это означает? Это означает, что все процессы в человеческом организме, соответственно, там в 7 или в 10 раз хуже протекают, чем должны быть. Очень интересная вещь. Вы обратили внимание или нет? Но женщины стареют быстрее, чем мужчины. Обращали внимание, да? Почему? Одна из причин – они дышат неправильно. Ну и мужчины тоже дышат неправильно, но у них там по другим причинам процент заполнения легких, он чуть-чуть больше. А у женщин он меньше. И поэтому женщины быстрее стареют, чем мужчины. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот, потому что у женщины есть менструация, у них организм очищается, они должны как бы дольше сохранять экстерирую. Но вот так происходит на практике. Потому что одна из причин, конечно же, это вот то, что они дышат неправильно. Отсюда у них слабая диафрагма. Ну, собственно, слабость диафрагмы определяет все остальное. Они родить не могут сами, там уже без посторонней помощи и так далее. Точно правда на здоровье. Диафрагма – это орган, созданный для дыхания. Если диафрагма работает, значит, дыхание правильно происходит. Если диафрагма не работает, дыхание просто правильно не может происходить. А чем меньше процент заполнения легких кислородом, тем меньше такой же, собственно, процент потребления и праны. Значит, в 10 раз в среднем и праны меньше потребляется. А значит, меньше материала для всего в жизни. Поэтому неудивительно, что такое огромное количество несчастных женщин, которые себя, как женщины, абсолютно не реализовали. Неважно, там, замужем или не замужем, но ничего у них нет в жизни, абсолютно. Ничего. Иной раз женщина, которая не замужем, у нее жизнь лучше, чем женщина, которая замужем. Но это отдельная история. Не будем сейчас об этом. Но, в принципе, и у тех, и у других ничего в жизни нет. Из того, чего они хотели. Вот, если мы опросим, наверное, сделаем опрос женщин, там, в возрасте, там, 60 лет, скажем, и спросим их, вы в жизни получили то, что вы хотели? Кто из вас? Поднимите руки. Я думаю, что поднимет, наверное, может быть, один на 100 тысяч. А может, и того меньше, на миллион. Ничего нет. А и понятно, и быть не может. С мужчинами такая же ситуация, но может, чуть лучше. Но принцип тот же. Потому что праны нет. Нет материала, из которого сделаны события в жизни. Ни из чего их делать, понимаете? Ни из чего. И подобное порождает подобное, и притягивает подобное. Праны нет, значит, такого мужика притянешь тоже без энергии, без праны. И будут там они болтыхаться вдвоем. В проголодь жить, да? Потому что праны нет. Подобное тяготеет к подобному, порождает подобное. Первый закон кармы. Если у вас есть прана, много пран, значит, вы привлечете нормального мужчину. Если мало прана, значит, ну, будет как у всех. Алкаша какого-нибудь или еще что-нибудь. Это же международная проблема здесь, абсолютно. Поэтому нужно правильно дышать. Полное дыхание, о котором мы говорили, это как боится маст, это минимум минорам. И есть специальные пранаямы, которые будем с вами тоже сегодня делать. Поэтому вот эти пранаямы, они увеличивают содержание праны. Количественно и качественно в человеке. А из праны сделано все. Будет прана, будет все. Не будет праны, ничего не будет. Все очень просто. На самом деле. Мы начнем наши пранаямы. Рассаяна пранаямы. Мы с пранаям, предназначенных для нормализации, стимулирования работы легких. Потому что легкие – это главный орган, через который происходит потребление, усвоение кислорода и праны. Вот, кстати, то, что дыхание является главным источником праны, подтверждается простым фактом. Человек без пищи может жить всю жизнь. Таких примеров много и в истории. Там разные были святые, там куча их, которые никогда в жизни не ели ничего. Без воды человек, ну, в зависимости от Конституции, 7-10 дней. Потом страшная смерть. В жутких мучениях и конвульсиях. С жуткими воплями. А без воздуха 5 минут и все. 5 минут и все. И поминай, как звали. А был ли мальчик? Может, мальчик это и не было? Совсем. Это показалось только. Почему? Потому что основное потребление праны идет через воздух. И здесь ключевую роль играют легкие. А с легкими такая же беда, как и с печенью и с другими органами. Они плохо работают. В верхушке легких тонко работают. При том поверхностном дыхании, которым дышат люди. А легкие это очень интересный орган. Он такой капхогенный орган. Это капх, орган капхи. Там вода доминирующий первый элемент. А на самом деле легкие этот орган, где постоянно происходит горение. Там горит огонь. Потому что там происходит окисление. Туда поступает кислород. Сгорает углекислый газ. В легких, как ни странно, постоянно горит огонь. Вот это невероятно. Капхогенный орган, а внутри огонь горит. Потому что происходит усвоение кислорода. Это значит, что состояние легких будет определять количество, качество кислорода. И количество и качество праны, которые человек потребляет. И для того, чтобы нормализовать их состояние, стимулировать, отрегулировать, используются специальные пранаямы. Мы с вами две такие пранаямы и проделаем. Продолжение следует...